Он стоял прямо за мной, но и мне было попросту страшно. Когда полиция уже приехала... Всем привет, дорогие друзья, меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня, как и каждое воскресенье, я подобрала для вас интереснейшую, страшную историю из реальной жизни. А если вы хотите, чтобы я поделилась вашей историей, вы можете написать её в комментариях под этим видео, либо написать мне в инстаграме в директе. Я, кстати, всех лайкаю, всем отвечаю, могу подписаться взаимно, если нужно. А лучше и там, и там. Также можете подписаться на мой канал. Даже когда мне присылают истории подписчики, друзья, семья, мама, кто угодно, я всегда рассказываю эти истории от первого лица, как и в этом видео. Несмотря на то, что история произошла не лично со мной. А мы, собственно, переходим к истории. Это произошло со мной ровно год назад. Тогда мы с подругой вместе снимали квартиру на двоих, чтобы сэкономить немного денег. Мы жили на втором этаже, потолки были довольно низкими, поэтому, в принципе, там было не очень высоко. Район был не самый лучший, и хоть и в квартире были низкие потолки, сама она по себе была довольно чистой и приятной. Я тогда училась на заочном, и частенько по ночам подрабатывала в одном магазине, который был открыт 24 на 7. Особенно много смен у меня было именно в летнее время, так как учиться мне не надо было, и я могла чаще приходить на работу. Денег всё равно частенько не хватало, и я подумывала стать блогером. Поэтому я очень активно вела свой инстаграм, постоянно заливала сториз, куда, где и как я хожу. И в целом активно вела соцсети. И, в общем, как-то раз решили мы с подругой заказать пиццу из одного популярного фастфуда. Казалось бы, абсолютно ничего не предвещало беды. Когда доставщик приехал на место, моя подруга была в душе, а душ у нас находился в задней части квартиры. Точнее, в самом конце квартиры. Планировка была довольно странная. Поэтому, когда кто-то находился в ванной комнате, даже в гостиной было непонятно, что в доме ещё кто-то есть. Я пошла открывать дверь. Причём, по привычке, я решила посмотреть в дверной глазок. Уже тогда мне кое-что показалось очень странным. Ведь, когда я смотрела в дверной глазок, я ничего не увидела. Там было темно. Было ощущение, будто бы кто-то закрыл глазок пальцем. Причём, через дверную прощелину было видно, что свет в парадном горел. Открыв дверь, я увидела мужчину невысокого роста. С гигантскими синяками под глазами и очень впалыми щеками. Если честно, из-за его очень худых губ и тонких черт лица, он немного напоминал какого-то мертвеца. Когда я открыла дверь, он долго стоял и молчал. И ничего не говорил, не отдавал заказ. Поэтому я решила взять всё в свои руки, так сказать. Я называла номер своего заказа и решила как-то нелепо пошутить, чтобы разбавить обстановку. И спросила, не упадёт ли он в оморок, как тот доставщик еды из новостей. Так как накануне я как раз читала об этом новость, и в целом такое случается довольно часто. В ответ он крипово посмеялся и улыбнулся. Мне действительно сначала показалось, что, может быть, он плохо себя чувствует. Он отдал мне заказ и ушёл. Я закрыла за ним дверь. Всё было вроде как... как обычно. Любопытство ради, я решила ещё раз взглянуть в дверной глазок. На этот раз всё было прекрасно видно. Дальше всё шло абсолютно обычно до определённого дня. Я, как всегда, постила в сторис. И тут мне кто-то написал в директ, что, мол, у меня в одной из сторис какой-то криповый мужик стоит, как будто бы из фильмов ужасов. Я открыла ту самую сторис и увидела того мужика. Того самого парня, который доставлял мне пиццу. Он стоял прямо за мной. Совсем близко. Так, несмотря на то, что прошло уже какое-то время с тех пор, как я первый и последний раз его увидела, его лицо мне очень хорошо запомнилось. И его черты лица были довольно выразительными. Поверьте, лицо, похожее на мертвеца, вы ещё долго не сможете забыть. Я подумала, что это, конечно, странно, но в целом всякое бывает. Плюс сам тот фастфуд находился не очень далеко от нас. Плюс у меня не раз такое бывало, что я рандомно натыкалась на каких-то знакомых посреди улицы. На следующий день я пошла на работу на ночную смену. Ну как, я пришла в магазин, и оказалось, что это не моя смена, и я всё перепутала. Тогда времена были не самые простые, и я легко могла что-то перепутать. С радостью и грустью из-за того, что я так сильно затупила, я направилась обратно домой. От магазина до дома идти было минут 15. На улице, соответственно, было темно. Когда я ходила в тёмное время суток одна, я всегда надевала наушники, но не включала музыку, чтобы слегка дистанцироваться, и в то же время, чтобы слышать всё, что происходит в окружении. Я пыталась идти чисто под фонарями по среднеосвещенной улице, и часто так случалось, что я видела перед собой мою же тень. И вот я иду, и в какой-то момент я вижу ещё одну тень. Я не на шутку напряглась. Я ускорила шаг и чётко ощущала, что за мной кто-то идёт. К счастью, так как я раньше занималась спортом профессионально, бегать я умела хорошо, быстро, и бежать я могла довольно долго. Так я и сделала. Я просто сорвалась и резко побежала до ближайшего супермаркета, который был ещё открыт. Перед тем, как повернуть за угол, где и находился тот самый магазин, я обернулась. Лица я не разглядела, но по телосложению и росту он был в точности, как тот самый доставщик. За угол он за мной не повернул. Я немного побродила по супермаркету и позвонила знакомому, который жил совсем недалеко, и попросила его проводить меня домой, так как одной мне было попросту страшно. Мы спокойно добрались до дома и ещё немного посидели и пообщались. А потом я пошла спать. На следующий день я, как всегда, утром открываю Инстаграм. А там запрос на сообщение. Ради интереса я его открыла. Кто-то с нового аккаунта в Инстаграме написал мне «А что, у тебя есть парень?» Я обычно не отвечаю на такое, но мне стало интересно, откуда же вообще взялась такая информация. Я спросила, почему ты так думаешь и откуда ты это взял? Кто бы ты ни был. Я вижу, что человек сразу же прочитал и начал печатать. Он написал «Парень в красной куртке». Я сначала не сразу поняла, о ком идёт речь, но потом вспомнила, что мой друг Лёша, который вчера меня провожал домой, был как раз в красной куртке. Мне опять стало жутко. Я сразу же написала Лёше и рассказала ему всю ситуацию. Он посоветовал сказать, что он действительно мой парень. Так я и написала и заблокировала этот аккаунт. Мне было страшно, ведь кто бы то ни был, этот человек знает мой адрес, если он видел, как мы вчера заходили в подъезд. Хотя бы подруга была со мной дома. Я всё ещё была так напугана, что притворилась заболевшей на работе. Конечно, за это меня не погладили по голове, но ничего. Через неделю я уже немного успокоилась и была готова выйти на работу. Вся эта странная, жуткая ситуация ушла как-то на второй план. И вот настал тот самый день. Я пошла на работу в ночную смену, а подруга пошла гулять с парнем. Пришла я уже под утро. Ещё в подъезде, когда я подходила к своей квартире, я увидела, что наша входная дверь открыта. Меня охватила паника. Я решила не заходить в квартиру и сразу же побежала вниз по лестнице. Я выбежала из подъезда и по пути звонила в полицию. Когда полиция уже приехала, никого в квартире не было. Но полиция обнаружила следы крови под окном. Вероятно, когда он услышал, что домой захожу не я, а полиция, он решил сбежать через окно. Ведь деваться больше было некуда. И несмотря на то, что там вроде как казалось бы невысоко, вероятно, он как-то неудачно упал. Полицейские же взяли кровь на анализы, а также отпечатки в квартире. И вроде как вскоре нашли его. Я точных подробностей не знаю, потому что лично не узнавала, но мне передавали знакомые, которые работают в полиции. После того случая я сразу же переехала в другую квартиру. Моя подруга тоже моментально уехала, так как ей было тоже очень страшно, ведь она могла быть в квартире в то время, и неизвестно, что произошло бы. К счастью, у неё всё хорошо, и она живёт со своим парнем. С тех пор я не слышала никаких новостей про этого парня, но меня всё ещё не покидает страх, что однажды он вернётся за мной. Ну вот, дорогие друзья, такая вот история. Вы можете поставить лайк, если вам это видео понравилось, а также можете поставить лайк за мою усталость, потому что я только сегодня утром, 7 утра, приехала с поездки, уже снимаю, монтирую, и завтра вы, точнее сегодня, вы уже смотрите это видео. Всё, вот, извиняюсь за свою усталость, сейчас засну. Всё, спасибо, ещё раз увидимся совсем скоро, а также ждите влог из Нидерландов. Пока-пока!